Вот и настало время снова поговорить о наших любимых брендах. Одни впечатляют нас своими масштабами, другие лидируют по популярности, ну а третьи удивляют ценой и качеством. Добрый день, с вами Азбука Успешных Брендов и я Анна Оникаджуда. Один из старейших британских брендов сегодня специализируется на мужской, женской, детской одежде, обуви и аксессуарах, выпускает нижнее белье, косметику и парфюмерию. Сегодняшний разговор пойдет о том, как военная форма превратилась в самую модную униформу мира. Сегодня тренчкоут от Бербери – знаковая вещь, без которой не может обойтись ни один модный гардероб звезды, топ-модели и даже особой королевской крови. Подкладка известная, классическая, вот интересная. 869 и были 1790, ну разные есть цены. Тоже 839, в районе 2000 они, оригинальная. Англия. С чем она у нас ассоциируется? С королевской семьей, Биг Беном, овсянкой на завтрак, обязательным пятичасовым чаем и, конечно же, брендом Бербери, который вот уже 150 лет в моде. Своё триумфальное шествие по миру бренд Бербери начал в 1856 году в Британии, основателем которого стал молодой англичанин Томас Бербери. Сначала его клиентами были охотники и рыболовы, но с 1870 года лавка превращается в крупный магазин и бизнес начинает расти. Каждый, кто стремится выглядеть стильно, я уверена, слышал о бренде Бербери, лидере в сегменте лакжери. Знаменательным годом для марки становится 1879 год. Именно в этом году Томас Бербери изобрёл сверхпрочный дышащий материал и, вдохновившись Шекспиром, дал ему название Габардин. Так поэт называл место, где можно было укрыться от дождя. Британия с её частыми непогодами легко отказалась от знаменитого макинтоши из тяжёлого резинового полотна в пользу тренчкота из Габардина. Благодаря грамотному маркетинговому ходу талантливого мистера Томаса Бербери, марка стала поставщиком верхней одежды для британской королевской армии. Военный заказ принёс компании немалые прибыли и популярность среди населения страны. Томас создаёт культовый принт-клетку, состоящую из четырёх оттенков – красного, чёрного, белого и бежевого цвета. Новачек под таким именем стартует знаменитая клетка и используется в качестве подкладки для тренчей. Вступило время успеха и признания. Популярностью бренда добавляют появление одежды в фильмах и рекламных компаниях. В одежду марки Бербери одеты герои таких знаменитых кинолент, как «Касабланка», «Завтрак у Тиффани» и «Крамер против Крамера». За соблюдение британских традиций и отменное качество пошива марку полюбили и члены королевской семьи. Дом уверенно занял позиции в высших кругах Англии. Полтора столетия габардиновое полотно и английская клетка будоражат умы и воображение не только простого обывателя, но и великих мира фэшн индустрии. 1999 год стал дебютным для марки на лондонской неделе моды. Началась волна мощных рекламных компаний с участием моделей мирового уровня. В новое тысячелетие марка шагнула уверенно со множеством монобрендовых бутиков по всему миру. Помимо иностранных звезд не пересчитать, сколько британских знаменитостей были частью рекламных кампаний. В 70-х годах клетка стала популярной среди английских футбольных фанатов и начала ассоциироваться с хулиганской футбольной культурой, а социальной молодежью – чавами и новоришами. Они чуть ли не с ног до головы облачались в фирменную клетку, что не лучшим образом сказалось на репутации бренда. Во многих пабах Англии стали появляться таблички «Вход в джинсах, бейсболках и Бербери запрещен». Подделки хлынули рекой. Этот факт принес значительный урон компании. Чтобы выровнять ситуацию, ее креативный директор Кристофер Бейли взялся за смену имиджа марки. Из коллекции в коллекцию снова и снова он по-новому стал открывать тренч, меняя цвета, фактуры, добавляя различные детали. В последние несколько лет, после того, как производители подделок стали клеить название лейбла на все подряд, Бербери отчаянно пытается вернуть бренду элитарность и эксклюзивность. Дизайнеры марки делают ставку на селебрити-маркетинг и берут курс на экологичность. Бренд займется созданием новых материалов, откажется шить изделия из натурального меха и придумает, как без вреда для природы ликвидировать нераспроданный товар. Сжигание старых коллекций – обычная практика для модных брендов. Это их стратегия. Чтобы держать марку, Луи Виттон утилизирует свои знаменитые сумки и чемоданы. Шанель – твидовые костюмы и маленькие черные платья. А Картей и Монбланк отправляют под каток элитные часы. Роскошь не может быть доступной, так считают ее производители. Если производители роскоши начнут устраивать распродажи, то вещи попадут не в те руки и перестанут быть признаком достатка. Меняются люди, мода, постоянно обновляются коллекции. Неизменен лишь успех, который сопутствует всем начинаниям бренда. Сегодня Дом Мод основное внимание уделяет продвижению трех линий одежды. Бербери Лондон – роскошная экспериментальная одежда для обеспеченных клиентов из высшего класса. Прорсум – элегантная и практичная одежда для перспективных молодых людей. И Томас – молодежная линейка, производящая также часы, очки, аксессуары и парфюмерию. Надеюсь, вам понравилась наша модная история. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки и пишите комментарии. С вами была Анна Оникаджуда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова